всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду знаете я очень часто встречал людей которые увлекшись кулинарией сами начинали активно готовить и по поводу итальянской кухни они давали кардинально противоположные мнения кто-то от него в восторге а кто-то говорит ну полная фигня макароны с помидорами хрень и не кухня расскажу одну историю очень давно уже лет шестнадцать или семнадцать назад мы впервые попали за границу купили так называемый зомби-тур это была италия нас везли на автобусе по городам с самого юга италии от неаполя на север до венеции мы останавливались разных городах на день на 2 там нас поделили на экскурсии так вот рим гостиница в центре раннее утро под окна гостиничного номера фермеры разложили свои лотки с фруктами я спустился и быстренько набрал в пакеты всяких там слив винограда нектаринов персиков и помидорок черри все изумительного качества так вот пока нас в автобусе везли к следующему городу мы с женой этот пакет распотрошили и первыми что интересно у нас кончились именно помидорки это были самые лучшие в мире помидоры сладче самого сладкого винограда запах просто голову кружил до их можно было вялить и получился бы изюм честное слово не представляете насколько они были классные теперь представим возьмем среднестатистического московского кулинара смотрит он итальянского повара тот говорит возьмем помидорки черри обжариваем их на сковороде и добавляем в отваренную пасту итальянец пробует и говорит белиссимо а московский кулинар который на сковороду бросал пластиковые прониковые через белые дачи пробует и говорит кислятина и оба что интересно правы масло кстати оливковое холодного джума ароматная с горчинкой так что нам делать если до италии много тысяч километров спросите вы показываю примитивный элементарнейший способ берем томаты в собственном соку целиковые только что без шкурки от производителя из жарких стран это важно и сахар на всякий случай если производитель из жаркой страны типа италии испании то ему просто глупо пускать на такие вот консервы парниковые помидоры летом жара солнце нормальный грунтовый помидор их просто девать некуда поэтому в подобной банке будут однозначно гораздо более спелые и гораздо более вкусные помидоры чем в супермаркете можете купить 9 месяцев в году и брать лучше консервированные целые без шкурки в собственном соку это важно но даже и их натуральной сладости как кислоты может не хватить поэтому при помощи сахара хорошей такой порции сахара и какой-нибудь кислоты ну например винного уксуса или вкусного яблочного уксуса или лимонного сока их надо будет довести до очень яркого вкуса до очень яркого просто всегда держите в голове что южные фрукты и овощи грунтовые конечно гораздо ярче и вкуснее парникового или гидропонного безобразия из ближайшего супермаркета не зря же чуть не в каждом фильме про какого-то профессионального повара обязательно есть сцена где он на каком-нибудь рынке выбирает фрукты и овощи чуть ли не облизывая не обнюхивая каждый качество основы таких рецептов очень важно да даже паста разных производителей которые вы будете варить тоже имеет разный вкус одно дело если вы какие-нибудь макарошки покупаете для того чтобы быстро гарнир спроводить к известным вам сто раз знакомым котлетам и совершенно другое если у вас макароны паста выступает в качестве основного блюда и вы хотите попробовать вкусы настоящей итальянской кухни не поленитесь перепробуйте постепенно пасту всех производителей которые сможете найти в округе и подберите самую вкусную и консервированный тунец тунцу рознь тоже надо пробовать разных тут ведь чем проще набор продуктов для блюда тем вкуснее качестве не должен быть каждый из продуктов чтобы на выходе получить реальную вкусноту а не чередную порцию корма и пробуйте что тут сосновый соус а хорошо но сахара недостаточно и кислоты тоже можно немножко добавить так что вот смело сюда наверное такую ну пол столовой ложки сахара надо кислоты добавлю немного каперсов вот так спагетти в данном случае конкретно не довариваем то есть даже до состояния аль денте не доводим они в соусе доготавливаться будут если мы их полностью сейчас сварим то они в себя воду впитают и впитывать в соус себя уже некуда будет и часть той воды соленой в которой варилась паста мне понадобится чуть позже и отправляю спагетти в соус довариваться сейчас постоянно помешиваем при необходимости добавляем ту воду в которой паста варилась еще нужен будет зеленый базилик для итальянского блюда нужен именно зеленый это важно вырастите его себе на подоконнике используйте по необходимости часть сразу сюда чтобы пропитывался соус ароматами а часть оставлю чтобы в свежем виде в тарелку добавить и помешиваем 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 видите что соус уже очень сильно загустела паста еще не доварилась добавляем бульон макаронный и еще очень важное правило не паста ждет гостей а гости ждут пасту то есть трескать ее надо сразу же после окончания готовки уже через 15-20 минут это будет фигня не итальянское блюдо вот так и всего-то надо учитывать регион произрастания продуктов и время года сезонность короче так дайте ко мне набрать этой пасты так все валится обалденно вкусно обалденно очень важно чтобы помидоры были яркие чтобы они были сладкие очень сладкие с кислинкой чтобы был свежий базилик зеленый аромат и что-то не был хороший что была паста вкусная а не какая-нибудь прости господи макфа ничего против макфы не имею но не для итальянских блюд огромное спасибо за компанию за лайки за дизлайки за репосты не стесняйтесь использовать сахар подкислители разные и вы будете получать совершенно потрясающее блюдо всем пока границ границ